здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня мы продолжим разбирать интервью оскара кучеры которое он дал юрию дудю интервью довольно длинная причем там почти три часа и самое главное его позиция такая знаете он за то что сейчас происходит и мне искренне хотелось разобраться почему он принял такое решение я очень хотела понять его но когда я начала смотреть я поняла что там для меня как для психолога как человека для человека разбирающегося в невербальных сигналах тела в манипуляциях для меня просто работы непочатый край потому что там было все что нужно мне для работы поэтому я решила взять это интервью чисто с научной точки зрения для того чтобы вам показать какие-то примеры приемы для того чтобы поучиться в какой-то степени даже не поучиться а узнать вот эти манипуляции которыми пользуются оскар кучера он ведь имеет большой опыт работы на телевидении да он ведет программу и там нужно использовать может быть какие-то приемы и вот эти приемы он в полном объеме нам продемонстрировал когда беседовал с дудем или дуть с ним беседовал но это уже не важно важно другое давайте начнем уже я не буду затягивать приветственное слово вы кстати если еще не подписаны на канал случайно зашли на это видео обязательно подпишитесь поставьте лайк дизлайк этому видео напишите в комментарии в конце когда посмотрите что вы думаете по этому поводу а я начинаю ну то есть ты считаешь от нормального началась война на донбассе расскажи мне пожалуйста кто человек и обратите внимание сразу же зашла первая манипуляция а расскажи-ка ты мне и это очень хорошо работает когда человеку нечего сказать он перед перебрасывает стрелки что называется на собеседника а расскажи ты мне как ты считаешь и самое главное что здесь вот с точки зрения невербалики слишком опять застыла удивление вот в предыдущем видео которое я уже делала по этому интервью если вы вдруг еще не смотрели я помещу ссылочку на это на этот разбор и под этим видео будет ссылочка на этот разбор а так вот слишком длинные эмоции слишком затяжные эмоции говорят о том что эти эмоции наиграны вот в предыдущем видео я это более подробно объясняла поэтому обязательно посмотрите и здесь мы видим опять вот эту затяжную эмоцию удивления то есть он пытается выдавить из себя удивление но мы с вами этому не верим если кто-то верит пожалуйста прекращайте это делать потому что конечно же это наиграно и если в вашей жизни встречаются люди которые слишком переигрывают эти эмоции это значит что не верьте вот знаете чем мне не нравится я думаю многие замечали например вот ольга бузова она пытается да она пытается быть актрисой она пытается играть но она слишком переигрывает эмоции вот это вот ее беда поэтому мы не верим поэтому это не естественно да вот здесь то же самое но здесь уже даже больше чем у оли бузовой должна вам сказать век который приписывает себе начало военного конфликта в донбассе и про который не просто приписывает а который в целом доказано что с него все и началось ты имеешь ввиду видите у него была попытка поднять челюсть но при этом нет все-таки надо вернуть этот момент потому что сейчас вы себе начало военного конфликта в донбассе и смотрите идет попытка поднять челюсть и в общем то он делает это правильно я вам объясню сейчас схему как можно выдавить из себя эмоции даже не выдавить а заставить себя испытывать эти эмоции нужно просто натянуть на себя эту эмоцию и она автоматически через какое-то время станет для вас привычной это этот метод я впервые прочитала в книге у нарбекова опыт дурака или ну что то такое вот у него был бестселлер такой и он рекомендовал там улыбаться по часу в день он рассказывал что это ну я не помню это в интервью в каком-то я видела или он там написал но в каком-то монастыре заставляют тех кто приходит в этот монастырь заставляют постоянно ходить с улыбкой представляете как это сложно для начала но когда ты к этому привыкаешь улыбка автоматически включает эмоцию счастья и поэтому там люди становятся просто счастливыми от того что через механику натянули на себя улыбку к чему я это говорю вот сейчас он поднимая челюсть а он человек опытный в публичных выступлениях и он поднимая челюсть он пытается взять инициативу в свои руки но смотрите идет облизывание губ нахмурился тело не двигается то есть вот нет вот этой поддержки нет подкрепления вот этого понимаете он пытался пытается поднять и поэтому челюсть долго не продерживается наверху а челюсть как мы знаем это драка предыдущем видео я говорила я не буду отсылки делать опять на предыдущий разбор свой вы просто под видео пройдите посмотрите потому что это как сериал зачем повторять это да ну то есть вот челюсть это драка лоб это противостояние это саботаж и он всячески пытается перехватить инициативу пытается начать драться и вот таким образом сейчас вот казалось бы вот хочет ухватить да но давайте наблюдать что дальше происходит который не просто приписывает а который в целом видите вздох и челюсть опять пошла казано что с него все и началось ты имеешь ввиду увидите опять челюсть упала лоб выставляет не получилось на этот раз до какого стрелков стрелков до сотрудникам какие отлично он все это знает потому что нет той эмоции удивления он не удивился ни граммочки то есть все он хорошо знает везде он хорошо информирован и вот эти вот наигранные эмоции которые он нам показывает они не настоящие да а то чего не хватает это удивление а удивление это кратковременная эмоция вот именно удивление а потом включение в диалог вот это бы мне показало что он действительно либо не знает либо для него либо у него есть какие-то аргументы да но он просто ими ну не может сейчас оперировать ну вот нужно было в момент когда он услышал эту информацию может быть удивиться но как мы видим он и не скрывает того что он знает соответ этого человека да он слышал соответственно мы понимаем что он прекрасно знает как этот конфликт разгорелся прекрасно но предпочитает об этом умалчивать их ведомство являлся игр стрелков и гражданином какой страны видите у него признак стресса вот еще вам хочу показать по базовой линии поведения я вам этого не показала в начале предыдущего разбора но здесь мы с вами сейчас я вам покажу он когда очень сильно начинает нервничать он хватается за коленку и причем смотрите вот руку выставляет так что вот плечом он как бы загораживает удар то есть это опять еще один саботирующий прием обороняющийся прием смотрите челюсть он поднять не может потому что драться нечем аргументов не хватает да он выставляет лоб то есть я буду стоять на своем и здесь еще загораживается плечом при этом вот руку ставит на локоть делает упор сейчас этот жест вы увидите получше просто я сейчас остановила чтобы сказать и переспрашивает такое удивление но слишком долгое удивление слишком долгое понимаете при том что он перед этим сказал что а он знает об этом стрелкове он даже попытался вспомнить его фамилию то есть вот это вот все запутался запутался и от этого паникует от этого делает не соответствующие жесты и поэтому мы понимаем что забрался она россии да да хорошо видите при этом россия и челюсть еще ниже выставляет лоб то есть я буду сейчас отстаивать мне сейчас не нужны аргументы для драки я понимаю что здесь я не прав то есть этих аргументов не будет будут только аргументы против всего до против всех что называется вот такие саботирующие аргументы будут вопрос под если бы не россия я понял видите как он обхватил колено до обхватил ногу да по сути и это упор упор ноги упор для руки а рука сама оборонительную позицию для корпуса до держит оборону на корпус то есть он как он драться не намерен потому что аргументов у него нет в начале помните как мы разбирали вот в предыдущем видео в начале он просто готов готов был он с нетерпением шел вперед я вам сейчас все объясню вы вы просто не понимаете да он пришел вот с таким настроем но сейчас в процессе беседы он очень сильно паник потому что все аргументы были постепенно разрушены да и все его аргументы которые он считал может быть правильными ну конечно он для себя натянул сову на глобус да он для себя эти в эти аргументы поверил потому что так ему удобнее да но вот при нас получается ну весь его мир аргументов разрушен да и вот он сейчас сидит такой пытается хотя бы просто саботирующей позиции продержаться до конца интервью сказать что донбасс смотрите как аргументов нет и смех а смех из опущенной челюсти то есть нет воодушевления смех это признак как раз вот хорошего настроения счастья да но здесь мы видим что это совсем не тот смех да действительно вот как я говорила про книгу норбекова да вот про то чтобы по часу в день улыбаться кстати очень рекомендую и вам это попробовать я в общем мне мне очень понравилось я однажды это сделал ну начала делать и просто вообще великолепно улучшила мою жизнь да вот это вот позитивное такое упражнение но здесь получается смотрите какая ситуация он пытается засмеять но он грамотный коммуникатор мы это уже знаем и вот этим смехом он мало того что как бы переключается как бы для него это не так существенно как бы он все равно хорошем настроении до пудрит нам мозги но еще и тянет время чтобы придумать ответ потому что ответа у него сейчас нет аргументов аргументов вообще нет поэтому челюсть так низко поэтому идет вот этот смех пытается собраться и при этом лоб вперед жди и подожди пожалуйста если бы не россия была ли бы война на донбассе хорошо смотри для тебя путин это россия нет а для меня стрелков от не россия ну почему то так вдруг это нужно сотрудник силовых структур российской федерации ну браво браво доведение до абсурда это еще одна манипуляция демагогия да вот рассуждение вообще можно было вывести к тому что там не знаю гума гума сапиенс там еще что-нибудь то есть обобщение там всякие вот такие вот непонятные и игры словами у меня под видео есть курс речевые манипуляции если интересно можете ознакомиться и обучиться да вот вот все что он делает это вот как раз вот эти всякие способы уйти от ответа да вот если у тебя нет нормального адекватного ответа то надо запудрить мозг собеседнику про манипулировать что он и делает но с юрием конечно же это не проходит поэтому ну что что поделать да дальше следующее его самые сильные аргументы давайте посмотрим и после этого она начала войну на донбассе то есть россия начала она поддерживаете продолжает держать колено замер уточняет но не для того чтобы уточнить а для того чтобы сбить динамику вот юрий просто очень сильно наступает и немножечко некоторые удары ему хочется сбить потому что ну конечно ему очень неприятно он он в стрессе было людей сепаратистки настроены не сепаратистки нас но в таком случае прекрасно прекрасно все я тебя понял тогда в 24 февраля а жест вот этот вот когда рукой вот как бы пытаешься немножко загасить до собеседника это вот как раз жест давай прекратим да успокойся уже да вот этот жест естественно ему не нравится все а дальше идет отсаживается тебя понял 24 руки между ног и тело вперед-назад февраля 2022 смотрите на лице печаль года россия о чем это говорит вот начиная фразу до начиная свою аргументацию он делал отсаживается руки между ног вот это все говорит о том что его вот эта аргументация она для него не такая сильная он здесь вообще полностью проиграл он дерется просто чтобы не проигрывать вот вот и все не потому что он знает что он победит не потому что он знает что он прав а просто потому что вот он ввязался в драку и надо продолжать эту драку даже если ты не прав даже если ну то есть вот вот по этому принципу то есть я вижу перед собой человека который абсолютно не верит в то что говорит но ему нужно просто продержаться зная что на нее нападут сделала превентивный удар а вот здесь уже ну и поигрывает и возможно знаете вот возможно он даже верит хотя вряд ли верит мне я не думаю что он такой идиот ну вот все таки вот этот аргумент для него он считает сильным вот в чем дело верит не верит это уже другой вопрос перед нами артист который ему часто приходится в своей работе как играть до играть показывать не то что он на самом деле думает поэтому вот эти вот его проявления это но они могут быть довольно как сказать талантливо сыграны да но то что все-таки он чересчур переигрывает говорит о том что в душе он в это не верит но он считает эти аргументы сильными поэтому он выставляет челюсть и идет что называется на пролом идет ва-банк вот это вот уже игра ва-банк и напала не на украину она тех американских и британских солдат смотрите уже пошла челюсть уже поигрывает так челюсти да вот все таки все таки моя позиция мои аргументы они очень сильные им все верят они им все должны поверить и польских в особенности которые там были видите а челюсть внизу то есть вот вот про этих польских в особенности вот ну не верит он сам ну то есть вот это вот попытался выдавить чтоб ему поверили даст поднятой челюсти до поигрывая а потом сдулся потому что тело не любит врать понимаете тело не любит вот этой игры очень сильном это нас изматывает когда нам приходится врать и когда тело просто нет не дотянула что называется дальше видите челюсть опустил выставляет лоб да то есть это упрямая саботирующая позиция он не принес нам доказательств у него их нет просто а то есть если бы человек пришел хорошо подготовленный уверенный на сто процентов что там были вот эти польские какие-то или еще какие-то наемники да он бы вел себя по-другому он бы наступал он бы предъявлял какие-то доказательства он бы но либо если бы он считал вот эти аргументы рабочими да он бы на этих аргументах настаивал но здесь мы видим что он потух потух причем испуг у него мы видим а дальше сейчас будет отклонение давайте смотреть видите вот вот отклоняемся кивает но то есть вот вот все все говорит о том что он не уверен он не может до конца доиграть вот эту свою историю да вот эти свои аргументы инфраструктуру из-за которой простые жители эти сглатывает волнуется волнуется конечно и переживает и отлично понимает что это зверство но не с тем он пришел украины остаются без тепла перед зимой это нормально это катастрофа но тут присоединение небольшое то есть я я все понимаю да я я все понимаю я же на самом деле очень добрый говорит оскар но не бомбить насколько я понимаю это значит дать возможность чтобы работали военные заводы чтобы были видите пинок на военные заводы подвозы снарядов но мы воюем чё реально видите а воюем чё реально вот это вот пожимание плечами то есть он до конца в это не верит это знак сомнения понимаете вот это плечиками знак сомнения и не знаю по какому поводу но как бы вот тело и вот такое говорит и неудивительно что пинок на военные заводы это в общем то объяснимо просто нам с точки зрения обучения мы видим что вот на каких-то таких моментах идет вот этот сигнал да на мы с вами базовую линию поведения в самом начале прочитали да и у него пинки идут и вот это вот сейчас еще дорабатываем вот эту базовую линию поведения когда он в панике он хватается за колено то есть вот изначально прежде чем начинаем работать с человеком надо провести калибровку да как он реагирует на какие-то стрессовые вопросы на какие-то нейтральные вопросы поэтому внимательно наблюдайте у каждого человека будет своя реакция и по кучере я просто его хорошо посмотрела я его откалибровала да и вот поэтому я вам даю эту информацию дальше следующий фрагмент мысль ты сказал россия начала эту войну точно не для того чтобы завоевать давай я уверен абсолютно смотрите вот он уже по когда понял что он проигрывает в этом споре он часто стал вот подпирать челюсть а и что это такое это часто трактуется просто как скука да но почему это скука происходит а потому что не хватает энергии а почему не хватает энергии потому что человек израсходовал эту энергию ну часто бывает ну в принципе по разным причинам бывает нехватка энергии у человека в принципе может не хватать энергии человек в принципе может быть не выспавшийся или уставший но он же пришел к нам на воодушевление правильно о чем это говорит о том что юрий его просто вымотал своими вопросами и сейчас у оскара аргументов не хватает да и поэтому вот идет вот это вот подпирание челюсти уже усталость поэтому просто трактовать как скуку вот этот жест не стоит а это можно трактовать вот когда вы беседуете человек постепенно стал вот так делать да может быть он заскучал но может быть он просто устал может быть ему надо просто взбодриться да да безусловно скука и усталость они похожи да но тем не менее вот в данном случае я это трактую как нехватка аргументов приводит к перерасходу энергии и соответственно сейчас уже он подустал и поджимает вот так челюсть подпирает челюсть что произошло 30 кажется сентября в россии ты имеешь до референдум как бы референдум после которого россия объявила о том что видите он вот сейчас замедленная съемка видите отклоняется как от боли просто как как больной зуб этот юрий да вот с таким наивным лицом задает такой очень острый вопрос да утрет подбородок подбородок это у нас говорильня если человек начинает его тереть он пытается найти какие-то аргументы вы видели он там и губы облизывает губы это аргументы которые прямо здесь и сейчас он проверил не нашел ничего подходящего здесь уже говорили не такая более основательно он пытается вот отсюда выудить информацию до за счет своих говорильных способностей то тоже как бы ничего не получается но перед нами человек который находится в панике да дальше сжимает губы если вам видно вот смотрите поджал губы сглатывает донецкая луганск все признаки стресса дальше челюсть идет вниз взгляд потух но пытается потереть челюсть для того чтобы активизировать энергию драки херсонской заборожской области это теперь российская федерация что это если не завоевание завоевание видите паузы и понимает что здесь коммуникатор блестящий да и да да присоединился манипуляция присоединение да я вас понимаю да вы правы вот такие фразы они успокаивают собеседника но не дудя да видите закрывает подбородок при этом то есть говорильня ты не нашла никаких аргументов поэтому посиди помолчи а здесь пошло присоединение как бы да я я как человек умный как человек мыслящий я понимаю что вы правы да действительно я с вами здесь соглашусь и у собеседника как бы не должно возникнуть больше вот каких-то претензий давайте наблюдать дальше видите сколько паузов я это объясню ну раз это не стыкуется с тем что ты сказал что начали нет просто капитан очевидность задавать такой вопрос ты хочешь чтоб я объясню а чё ты пришел вообще да действительно надо чтоб ты объяснил для того чтобы у меня есть очень много вещей которые у меня в голове не стоять стоять осталось так вот это вообще брала и пошло бла 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 тут сейчас быстро есть он сейчас нам будет рассказывать про все проблемы к дире они касаются этого вопроса но тем не менее то есть заболтывание заболтывание счете рады там он использую использовал очень сильно но я их уже не стала вносить потому что там много-много этого бла-бла-бла а смысл один просто заболтать собеседника увести в сторону но с юрием это не получалось вообще конечно там каждую минуту надо разрезать на цитаты я смотрю это этим уже многие занялись и в интернете уже гуляют вот эти вот мемы относительно этого интервью просто браво и для чего это было сделано такого торжества абсурда я еще не встречала могу ну я не реально не политик и как не сделает а что не сработать вообще браво браво это просто занавес да я я не политик я вообще не знаю что происходит а че ты пришел что ты пришел объяснять свою позицию сушки ну юрий вначале сказал что все отказались вот только ты согласился я хочу обратиться к тем кто за публичным личностям к тем кто за эту спецоперацию но как мы поняли кучера дурачок да он он дурачка все включает и вот ничего толком не ответил кто более подготовленный пожалуйста попроситесь к на интервью к дудю и проведите вот может быть вы объясните всем нам людям не согласным с этой спецоперации я гражданка россии я очень хочу узнать вот вообще за что моя страна сейчас воюет я хочу узнать куда тратятся мои деньги я я гражданка я имею право на те недра которые мы получаем я имею право распоряжаться налогами да вот вот куда это все для чего это все объясните пожалуйста вот кто за это обращаюсь к вам либо в комментариях мне напишите развернутый ответ что ну вот вот я не я так и не поняла я прошу прощения за мои вот эти вот вставки но но они действительно нужны мне по логику учитывая что не сработал сон уже отбили они сработало вообще а более включил дурачка вообще зачем пришел я вообще не знаю того тебе скажу что вот мы немного вещей непонятно видите он присоединяется он очень часто делает вот эту манипуляцию присоединения же вас понимаю вы же правы да да я сам так думаю говорит он и как бы да действительно с ним спорить уже не хочется после этих фраз да да я дурачок я не понимаю в политике а чё тогда ты за это если ты не понимаешь в политике да вообще да единственное что вот я для себя по не видите а здесь сейчас пойдет такой удар из-под тишка сторону юрия дудя и смотрите прежде чем ударить он как человек не смелый но не сказать трусливый да он убрал челюсть да то есть я не опасен и юра ты не бойся меня потом вот этот жест манипулятор когда человек волнуется ему нужно как-то перезагрузиться ему на нужно на что-то отвлечься жесты манипуляторы это не манипуляции это друг это просто слова похожи но разные вещи жест манипулятор это жест который призван успокоить нервную систему и вот смотрите пошел вот этот жест манипулятор при этом челюсть пошла вниз а лицо такое простовато я специально сделал не смотрит на собеседника да и смотрите что он сейчас выдаст вообще просто браво браво пытается перехватить инициативу мою ну вот я не могу так как ты наверно видите челюсть поднял и пинок ногой то есть он показал отношение к дудю вот в этом вот в этом жести вот все понятно видите вот это его удар удар из-под тишка да он он не сказал это прямо он он сделал это так вот как знаете вот шпана из подворотни да то есть я не понимаю как ты можешь придавать свою родину да вот 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 такой и пинок ногой то есть я тебя не уважаю и ты иди отсюда да и и вот это поднимание через это для него аргумент ну не знаю не могу как я что стоят смотрите реакция дудя блестяще вот вам очень рекомендую вот это запомнить и использовать против смотрите с отвращением не смотрит на собеседника спрятал челюсть заглянул глаза под пожал плечом и своей страны видите оценка он оценивает дудя да вот как бы оценивает и этим самым дает понять что он выше тот кто может имеет право оценивать тот как бы по статусу считается выше да и если вас начинают оценивать знаете что в вами хотят манипулировать и вот в данном случае действительно пошла вот эта оценочка такая и сейчас на реакцию дудя давайте посмотрим не могу кто тебе сказал что я стою против своей стороны видите как он поднял челюсть закрепился корпусом до расширился корпусом и и и смотрит прямо на собеседника пожалуйста объясни мне подробнее что ты хотел сказать ну мне кажется что ты к этим и смотрите а этот сдулся потому что ну как бы напасть это одно а выдержать удар собственный удар это уже другое отклоняется челюсть конечно задрал голова покачивается печаль и и такая возможность ну как бы смотрите игра такая как бы я не боюсь но все-таки от отошел да и такой на дурачка съехал гореческий выступаешь против там спецоперации против войны ну против войны от нормально выступать я тоже против войны выступают потому что боя война это ужас ну давай разделила и и при этом сказал в начале фразы мне кажется да мне кажется я такой вот глупенький мне просто кажется но может быть просто я дурачок да но вот это вот этот наезд он не получил от скажем так он получил ответ такой что в общем то сошел на нет браво браво здесь такие вот подводные игры что просто загляденье можно это интервью пересматривать несколько раз что я вам очень рекомендую сделать хоть хоть она и длинная но там каждый вот этот вот каждый вопрос который они обсуждают он он блестяще отыгран блестяще вообще раскрыт развернут и вообще вот не остается никаких вопросов после этого особенно если читать невербальные сигналы тела при этом там это покруче чем какой-нибудь бокс или какие-нибудь виды драк это как по мне так это кажется так вот эти ребята которые ведь им даже повестки не прислали кто бежал ты видел и видите как он осуждает тех кто ушел выехал из страны да и при этом видите с какими эмоциями печаль отвращение презрения эти очереди этих людей видите опять пинок мы помним пинок у него признак того что иди отсюда до иди отсюда ты плохой я тебя не уважаю продающих машины у меня просто знакомые кто занимается машинами это вообще просто цинично так смеяться над людьми да еще просто браво при этом печальку изобразил челюсть опять смотрите как он бьет вот у него это это его аргумент но аргумент из-под тишка понимаете вот он все все свои удары делает и из вот этой вот опущенной челюсти я как бы вообще не при делах я вообще маленький человек да я вообще дурачок я не разбираюсь ни в чем но посмотрите какие они мерзкие да посмотрите какие они неприятные ой как смешно на них смотреть ездили покупать я знаю абсолютно точно что если мне придет повестка я не побегу я не мог а вот эти кликушники знаете вот хорошо натренировался до изображать вот этот свой патриотизм который сейчас нам показывает да но это просто браво тренировка хорошая 5 баллов красиво он это отыграл просто да даже мне это кажется вполне естественным и я да я бы даже поверила если бы не следующий вопрос дудя ну себе представить что я побегу как я потом детям своим глаза смотреть буду я не понимаю юр почему-то не записался добровольцем потому что я не считаю эту войну правильной аплодисменты аплодисменты ребята но это просто браво и вы знаете вот такие вот кликушники которые кричат бьют себя в грудь их же на самом деле много не только вот эти ведущие которые подстрекают да вот там соловьевы и так далее они же подстрекатели по большому счету у них там все подготовленное и в случае чего они они в нужный момент спрячутся где-то ну надеюсь что нет но тем не менее у них все как бы они понимают что делают да и и вот это вот битье себя в грудь а не всем вот таким образом кто-то задал вопрос вот так публично понимаете вот только ему нам повезло только его реакцию увидеть я уверена что все те кто сейчас на телевидении топят за эту спецоперацию они точно также они такие же трусливые понимаете и он вот на своем примере показал вот эту всю подноготную всю эту мелкую душу вот этот абсурд внутренний я не знаю как вот этим людям можно вообще верить после вот таких вот слов ну просто занавес это даже покруче чем вот этот паспорт ребенку да то есть америка плохая паспорт я ребенку сделал но это мы в предыдущем видео смотрели да ну вот а это вообще просто абсурдище в кубе в квадрате в абсолюте как вообще вот таким людям можно верить и считать их лидерами мнений а он ведь ведущий его же смотрит вся страна наши родители смотрят вот это телевидение и у них складывается мнение вот 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 что из себя представляют эти ведущие и вот какая каша у них голове я просто в шоке вот извините вот этот выпуск у меня получился с эмоциями но не могу я это сдерживать я не могу это смотреть безучастно это это просто абсурдище да по поводу путина тоже здесь хочу вам показать один такой момент который должен вас вообще настораживать если вы имеете дело с такими людьми да и да безусловно он прекрасный коммуникатор да безусловно он умеет включать нужные эмоции как он сейчас горячо говорил о том что он себе не не позволит там если он придет повестка ему там и прочее бла-бла да но тем не менее все таки у него там все подготовлено вряд ли он пойдет на фронт он он это прекрасно знает поэтому так рассуждает на эту тему так вот что касается вот путина здесь давайте сейчас вам покажу один одну фишечку по которой вы должны будете определять вот если вам врут в таких случаях и до и макрон прилетал и штольц сидел и по телефону разговаривал и все остальное что значит они не пытались и переубедить что-то же пожалуйста может быть путин отказывал опять рука на коленке мы видим что он в панике он действительно уже устал просто и не давал себя переубедить слушай давай так ты реально считаешь что путь смотрите доведение до абсурда причем обратите внимание как грамотно он сделал сформулировал фразу да ты реально считаешь ты действие ты вот это думаешь ты они я я просто фиксирую то что ты мне говоришь видите как он красиво перебрасывает то есть ты отвечаешь за то что ты сказал вообще за то что о чем мы здесь говорим и зато какие выводы мы сейчас здесь делаем то есть и приписывает абсурд который дальше из этого быть вытечет сейчас с его помощью да но это ты этот абсурд придумал то есть вот вот этот акцент на ты это манипулятивная такая техника опять таки которую он здесь нам используют сошел с ума видите здесь слишком много эмоций игра такая дальше паузы тоже грамотно сплани но бой много пауз чтобы больше театральности добавить жесты сейчас пойдут и знаете вот это вот все он включает это я я написала здесь цыганский гипноз а на самом деле цыгане они как работают они включают все органы восприятия они подходят к вам в яркой одежде что привлекает ваше внимание кроме того они хватают вас где то ну там волосы начинают выдирать то есть тактильные включают в ваш орган восприятия начинают шуметь это еще один орган восприятия начинает что-то говорить еще один то есть они включают сразу все органы восприятия вот так вот работает цыганский гипноз обратите внимание он ведь он ведет программу на телевидении и он этот цыганский гипноз явно используют обратите внимание что люди ну вот как правило такие вот харизматичные люди они как раз и используют все вот эти приемы ну все кроме конечно они не притрагиваются к вам как цыгане да но они ярко одеваются они использую максимальной заметны да они громко разговаривают они двигаются то есть вот эти вот все органы восприятия чем больше органов вы включаете в собеседнике тем больше он подпадет под ваш гипнотический транс понимаете вот это вот такой хитрый прием и сейчас он пытается на юрия дудя дудя вот таким образом надавить сейчас давайте наблюдать и нет ну не хочется понять просто если мы с этой точки зрения разгон тогда мне вообще тебя переубедить будет невозможно ты говоришь что поддерживаешь путина при этом путин ведет войну здесь правда слабенько было но тем не менее видите вот он как бы наехал это ты считаешь что он сумасшедший да ну из-за которого тебя могут детей еще совсем зелеными призвать в армию и ты понимаешь что это трэш как вот это сочетается с вот этим я не понимаю ох ты смотри ты выводишь на то что опять ты выводишь ты оскар поддерживаешь путина ты сказал полчаса назад ну конечно я поддерживаю путина не в войне против украины я поддерживаю путина в той политике которую он сейчас сейчас начал вести относительно того что происходит внутри страны хочу спросить тебя как человека который поддерживает путина может быть ты мне объяснишь почему он так часто говорит не устал он устал правду и смотрите чего мне не хватило это что я вам начале этого ролика говорила вот когда вы говорите какие-то вещи которые может быть человек не знал да и здесь должна быть эмоция удивления причем не та наигранная и долгое которую нам часто демонстрировал аскар а именно такая да да вы что и дальше после этого если человек удивился если новость действительно для него новая и неожиданная да он начнет как-то ну во-первых он сначала подумает на ней а потом он начнет доказывать если у него есть аргументы против того что вы сказали да либо он начнет как-то анализировать здесь этого нет понимаете нет удивления он просто замер а замирают как раз в тех случаях когда да действительно он это знает он это хорошо знает и это ему не хочется выводить на обсуждение да ему не хочется об этом говорить ему хочется чтобы об этом никто не говорил поэтому опускаем челюсть прячемся замираем и никакого удивления не успеваем просто дать видите он говорит неправду видите видите вот реакция человека который знает все прекрасно прекрасно знал он это и вот сейчас то что юрий ему сейчас начнет это перечислять это уже как бы ни о чем он он прекрасно все знает он прекрасно информирован это что я должен это объяснить я поднимение не смотрите еще одна манипуляция а чё это я должен объяснять да да я это вообще и не знал знал прекрасно знал а ты признаешь что он бы подожди а почему зеленский так часто давай помогу смотрите перебрасывает а че а че зеленский на задачи нормально а че солнце светит а че сегодня солнце про встала да а че бывает день и ночь мари давай помогу может быть те как бы будет будет этот да и нигде нет удивления сейчас юрий ему зачитывает все пункты мы с вами их прекрасно знаем если не знаете пересмотрите интервью и там все понятно доступно юрий прям но и нигде нет никакого удивления какой-то реакции он просто сидит и ждет когда это закончится да вот и все понимаете ну как бы вот она вот она вся его реакция на то что он как бы как бы узнал про путина да все он хорошо знает и и он явно он ну вообще все кто работает ведущими на телевидении они соучастники и вот это вот попытка как-то натянуть сову на глобус в наших глазах провалено должна сказать что здесь все провалено и в общем-то интернет это прекрасно показывает вот я когда мне попадаются реакции на это интервью конечно у всех волосы дыбом встают я надеюсь что те кто ему верил хотя бы немножко призадумаются призадумаются вообще ну насчет вот этого всего что он пропагандирует насколько это правдиво потому что но это это реально натянута это это неправда то что он нам вещает на своей в своей программе и так далее да поэтому та информация которую он нам принес я должна сказать что меня не убедила если есть кто-то кто сможет это сделать пожалуйста пишите в комментариях пишите в комментариях вообще все что вы думаете я надеюсь вы пересмотрели это интервью напишите мне какие у вас это вызвало эмоции я не буду уже разбирать дальше до конца все скажем так все его манипуляции они в общем то есть и другие но уже хватит хватит с меня этого персонажа я я уже устала честно говорят его разбора поэтому следующие разборы будут скоро а я буду скорее всего гарри и меган делать но опять-таки будут голосовалки не забывайте подписываться на мой канал не забывайте поставить реакцию на это видео лайк или дизлайк и чтобы я видела насколько вам эта тема нравится да и самое главное пишите в комментариях ваше мнение насколько я сегодня была объективна я все ваши комментарии читают для меня это очень важно поэтому жду вашей обратной связи спасибо вам большое за внимание оставайтесь со мной пока пока